Всем привет! Это проект Объясняю популярно. Меня зовут Елена Шарыгина. Кто из нас не заказывал торты? Девочки, все мы ходим на разные бьюти-процедуры. А знаете ли вы, что такие мастера должны оформлять самозанятость? Термин относительно новый. Впервые в качестве эксперимента такая форма трудоустройства была введена в России в 2019 году. И спустя некоторое время этот статус смогли оформить все желающие. А кто к ним относится, я расскажу чуть позже. А пока, что о самозанятости знают кировчане. Самозанятое это очень удобная форма работы. Можно совмещать с основной работой, можно делать ее основной деятельностью. Налоги ты платишь с каждой суммы, которую ты получил в качестве зарплаты, гонорара, вознаграждения, оплаты услуг или помощи по договору. Это очень удобная форма. И в конце месяца у тебя формируется автоматически налоговая сумма для уплаты. Ты ее уплатил до определенного числа и дальше работаешь спокойно. Никаких тебе заполнения деклараций, никаких тебе бухгалтерских услуг. Все автоматически, все электронно. Что я знаю, я сама самозанятая. Плюсы, минусы? Плюсы? Ну, минусы это, наверное, оборот, потому что хочется же больших оборотов, а там идет лимит на обороты. Но плюсы это то, что маленькая налоговая ставка и то, что ты вообще в автоматическом режиме, без всяких бухгалтеров, счета выписываешь, чеки. Очень удобно так-то. Ну, наверное, от названия. Люди, которые занимаются бизнесом сами, собственно говоря. Ну, при этом имеют какие-то льготы по налогам. Основная цель введения статуса самозанятости – легализовать профессиональные доходы людей, которые работают сами на себя, и вывести их из серой зоны экономики. Для этого даже введен специальный налог. Он так и называется – налог на профессиональный доход. Что дает оформление самозанятости, я расскажу чуть позже. А пока официальное определение. Кто такой самозанятый человек? Самозанятые граждане – это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые единолично осуществляют свою профессиональную деятельность и получают доход в результате собственного труда. Безработодатели – привлечение наемных работников по трудовым договорам. Статус самозанятости может оформить любой человек, который ведет небольшой бизнес. Без сотрудников и без большого оборота. Сейчас я расскажу, к каким сферам это относится. Примеры видов деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход. Продажа собственной продукции. К примеру, вязаные вещи, игрушки, самодельное украшение, мебель. В общем, все, что сделано своими руками. Сюда же относятся торты и пирожные на заказ. Удаленная работа и информационные услуги. К ним относятся копирайтер, блогер, вебмастер, программист, маркетолог, специалист по соцсетям. Образование – это коучи и репетиторы. Бьюти-сфера. Маникюр, макияж, стрижки, массажи, эпиляция и все, что угодно. Сдача жилья в аренду. Посуточно или на длительный срок. Перевозка пассажиров и грузов. К ним относятся таксисты, водители и курьеры. Фото и видеосъемка. Фотографы и видеографы. Праздники. Организация свадеб, дней рождения, концертов. Введение бухгалтерии и юридические услуги. Ежемесячная, ежеквартальная, годовая отчетность, консультации. Строительные и отделочные работы. Ремонт одежды, техники, электроники. Услуги на дому, сиделки, няни, уборщицы. Услуги животным. Грумминг, выгул, передержка. Налог на профессиональный доход установлен для всех одинаковый. Он не зависит от того, сколько денег самозанятый получает от своей деятельности. Сейчас разберемся, что же из себя представляет этот самый налог. Объектом налогообложения у самозанятых считаются доходы, полученные от продажи товаров и оказания услуг. При этом не считаются деньги, которые были получены от продажи имущества. Также не учитывается зарплата по трудовому договору. Что же из себя представляет налог на профессиональный доход? Он фиксированный. Если самозанятый работал с физическим лицом, то он должен будет заплатить 4% от своего дохода. Если же деньги были получены от организации, то ставка другая. Она составит 6%. Сейчас разберем на примере Василия. Самозанятый Вася за месяц заработал 100 тысяч рублей. Из них 70 – это доход от людей, то есть от физических лиц. Остальное – доходы от работы с юридическими лицами. Разберем, сколько в итоге налогов он заплатит. 70 тысяч рублей – это 100%. Неизвестное – это 4%. Рассчитаем пропорции. 70 умножить на 4 разделить на 100 – получается 2800 рублей. Это налог по ставке от физических лиц, от юридических. 30 тысяч рублей – это 100%. Неизвестное – это 6%. Рассчитаем. 30 умножить на 6 разделить на 100 – получается 1800 рублей. Итого Вася заплатит за месяц 4600 рублей. Платить надо ежемесячно. В приложении «Мой налог» предприниматель в течение месяца фиксирует все свои доходы. И в определенный день система сама высчитывает сумму налога. Можно подключить автоплатеж. Тогда деньги будут сами списываться со счета. Дату платежа также можно настроить самостоятельно в любой удобный день месяца. Рядом со мной исполняющий обязанности руководителя УФНС России по Кировской области Василий Сметанин. Василий Борисович, здравствуйте. Сейчас вы нам расскажете все о самозанятых. Первый вопрос. Насколько вообще в нашем регионе популярен этот налог? Очень популярен. Более 30 тысяч кировчан являются в настоящий момент самозанятыми. Правда ли, что при регистрации самозанятости предприниматели получают какие-то бонусы? Ну, это, наверное, не бонусы. В налоговом кодексе нет такого понятия. Есть понятие налоговые вычеты. И действительно, при первой регистрации налогоплательщик получает право уменьшить свой налог на сумму до 10 тысяч рублей. Если человек совмещает, то есть он и является самозанятым, и работает по трудовому договору, налоги 2НДФЛ и налог самозанятого будет в этом случае считаться отдельно? Да, конечно, можно. Когда вводился налог на профессиональный доход или самозанятые, то и предусматривалось, что это дополнительная деятельность физического лица по получению доходов. Но в законе есть ограничения. Нельзя оказывать услуги своему работодателю. То есть, если у налогоплательщика, имеющего статус самозанятого, есть трудовые отношения, он не может оказывать услуги этому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Это прямой запрет. Нельзя в текущий момент оказывать. И в течение двух лет после прекращения трудового договора самозанятый тоже не может оказывать услуги своему бывшему работодателю. Если человек совмещает работу, у него налоги 2НДФЛ и налог на профессиональный доход, они отдельно считаются? Да. Работодатель сам исчисляет и уплачивает НДФЛ и страховые взносы по трудовому договору, а самозанятый, установив приложение «Мой налог», в этом приложении ведет все расчеты по уплате налога на профессиональный доход. Должен ли самозанятый предоставлять в налоговую инспекцию какую-то отчетность? Это как раз-таки большой плюс этого специального налогового режима – не требуется отчетность. 12-го числа месяца, следующего за отчетным, налоговая служба сама уведомляет в приложении «Мой налог» о сумме налогов за предыдущий месяц, и до 25-го числа налогоплательщик просто уплачивает эти налоги, которые ему исчислила налоговая служба. Если самозанятый нарушает правила работы в своем статусе, например, вообще официально не оформлен, либо же скрывает какие-то свои доходы, какая для него может быть ответственность? Ну, тогда разделим ваш вопрос на две составляющие. Первое, если он зарегистрирован в качестве самозанятого и при этом не показывает расчеты, либо нарушает сроки предоставления сведений о проведенных операциях, то тут предусмотрен штраф 20%, это первый раз. Если повторно, то в сумме уже самого непоказанного расчета. Ну, а если осуществляет человек предпринимательскую деятельность без регистрации, там уже предусмотрена и административная, и уголовная ответственность. Кто не может быть самозанятым? То есть в какой сфере деятельности нельзя оформлять этот статус? Ну, надо обратиться к самому определению самозанятого. То есть это профессиональная деятельность лица, самостоятельная деятельность. Поэтому эти лица, эти лица самозанятые, не могут привлекать наемных работников, они не могут заниматься торговлей посреднической деятельностью, торговлей под акцизными товарами, добычей полезных ископаемых. Ну, и все ограничения в 422-м законе более подробно прописаны, я назвал самые основные из них. Вы сказали торговля, то есть они могут продавать только то, что они сами... То, что они сами произвели, без привлечения наемных работников. Своим трудом. Василий Борисович, спасибо, что ответили на мои вопросы. Все, давай. В начале выпуска я обещала рассказать, что дает оформление самозанятости. Почему предпринимателю стоит это оформить. Об этом прямо сейчас. Зачем получать статус самозанятого? Назовем несколько причин. У вас будет подтвержденный доход. Вы сможете не бояться налоговых проверок, штрафов, судебных разбирательств за то, что не платите налоги или ведете свою деятельность без регистрации. У вас будут льготы в государственных микрофинансовых организациях. Вы сможете получить гарантийную поддержку при кредитовании, а также могут быть скидки при аренде помещений. Если нужны будут консультации по любым вопросам, вы сможете обратиться в Центр поддержки «Мой бизнес». Там же есть возможность бесплатно пройти бизнес-курсы. У вас появится возможность найти новых клиентов. Компании часто отдают работу на СУП подряд именно самозанятым или ИП. Для них это выгоднее, потому что можно не нанимать людей в штат и не платить им по договорам. Кроме того, стать самозанятым гораздо проще, чем регистрировать ИП. Итак, давайте подытожим все, что сегодня узнали. Статус самозанятого может оформить любой человек, который ведет небольшой бизнес без сотрудников. Налог формируется автоматически. Главное не забывать вносить в систему все свои доходы. Статус самозанятого дает право проходить бесплатные курсы. На этом я заканчиваю рассказ о формах трудоустройства. Со следующего выпуска мы начинаем новую тему – налоги физических лиц. Это был проект «Объясняю популярно». Меня зовут Елена Шарыгина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова